Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. В сегодняшнем выпуске вы не увидите никаких рецептов. Сегодня я хочу поговорить об оливковом масле. Оливу в Средиземноморье научились культивировать примерно 6000 лет назад. И во многом благодаря плодам этого дерева, кухни этого региона и стала такой, какой мы ее знаем. Оливковое масло стало в незапамятные времена стратегическим продуктом и основой благосостояния многих стран и народов. Его называли жидким золотом. Я не хочу повторять сказки про необычайную полезность именно оливкового масла, приводя в пример Грецию с ее самой низкой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. По моему глубокому убеждению, сердечно-сосудистые заболевания связаны в первую очередь с образом жизни. Если греки живут в режиме вечного отдыха, так откуда там с сердечником взяться? Я хочу говорить только про кулинарную составляющую. Оливы – это не только оливковое масло, это еще и оливки. Кто бы мог подумать, верно? В сыром виде их в рот не возьмешь. Горечь ужасная. Поэтому их собирают, затем давят на производстве специальными давильнями, а в домашних условиях надрезают либо пропускают через мини-давильни. А затем вымачивают по 5-10 дней, меняя воду, чтобы эта самая горечь ушла. Оливки маринуют в самых разных маринадах. Их фаршируют чесноком, их фаршируют анчоусами, кусочками маленькой рыбы. Их фаршируют орехом, миндаль. На местном диалекте он называется альмендра. И вообще это классная штука, очень вкусная. Давайте, кстати, возьмем немножко на пробу. Мне нравится с альмендрой, с альмендрой. С альмендрой, да. Это альмендрой? Альмендрой, да. Это альмендрой? Нет, это сепаратой. Короче, продукт настолько разнообразный, что при своей дегустации зачастую сложно определить, что вы пробуете именно оливку. С альмендрой, да. Настоятельно рекомендую покупать баночки разных производителей. Можно неожиданно для себя сделать настоящее кулинарное открытие. И это. Вот эти, кстати говоря, очень острые. Как испанцы говорят, muy picante. Gracias. Todo por hoy. Из таких оливок получается совершенно отличный салат. Берете баночку консерверного тунца, разбираете его вилкой на мелкие части, добавляете таких вот оливок, поливаете оливковым маслом, и получается такая закуска. Muchas gracias, señor. Если говорить про обычные черные оливки, то мне больше всего по вкусу те, что имеют самый большой размер и продаются с косточками. Но вкусы у всех разные, поэтому пробуйте и еще раз пробуйте. Вот мы и добрались, наконец, до полок с маслом. Первое, что я хочу сказать. Сегодняшний ролик посвящен выбору оливкового масла холодного отжима. То есть масло, которое было получено из оливок только механическим способом. Его просто отжали. То есть не грели оливки, не добавляли никакой химии. Такое масло считается маслом самого высокого качества. И оно обладает самым насыщенным вкусом. Главный показатель качества масла – это его кислотность. Для цепи для оливок Вирхин Экстра или на английский манер Экстра Вёрджин Олифойл, кислотность не должна превышать в теории 0,8%. Однако на самом деле, вот я пробежался здесь по всем полкам, нашел всего два производителя, которые указали для своего Экстра Вёрджин кислотность. И на обоих бутылках она указана в размере не больше 1%. Однако обратите внимание, что есть Экстра Вёрджин, это самый высокий класс, есть просто Вёрджин, а есть ацеты для оливок, просто оливковое масло. И вот это самое оливковое масло продают, там смешивают рафинированное и вот это самое Экстра Вёрджин в разных пропорциях, добиваясь того, чтобы и вкус был приятный, и чтобы кислотность не была высокая, потому что чем выше кислотность, тем меньше оно хранится. И для вот этого самого смешанного масла нормальная кислотность, например, 0,4%. Так что смотрите сами. И стоит, конечно, такое масло гораздо дешевле. Что касается стоимости, даже в наших средиземноморских краях, в регионе, где все окрестности покрыты оливковыми рощами, самое простецкое, самое дешевое оливковое масло холодного отжима стоит в 5 раз дороже подсолнечного. Так что уж тут говорить про края далекие от мест, где культивируют оливу. Подводя итог, если вы собрались прикупить бутылочку действительно вкусного оливкового масла, покупайте только Экстра Вёрджин, ну или на испанский лад Вирхен Экстра. И обязательно обращайте внимание на кислотность. Чем меньше, тем вкуснее. Далеко не все производители указывают кислотность на бутылке. Поэтому бутылочки таких производителей покупайте на свой страх и риск. И готовьтесь раскошелиться. Используйте такое дорогое масло, как приправу. А приправы дешевыми не бывают, к сожалению. На сегодня это все. Я надеюсь, что это коротенькое видео вам было и интересно, и полезно. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!